Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Буквально пару минут назад открылся слив ресурсов. То событие, которого все мы очень долго ждали, но скажу вам откровенно, чем больше у тебя танков в коллекции, тем меньше тебе интересны какие-то игровые события. Потому что в целом поживиться особо нечем, ну по крайней мере для меня. Давайте разберемся, что почем. Понятное дело, что вам всех интересует, что необходимо, чтобы получить главную награду, а именно Центуриона. И я себе просто прикинул, сколько он будет стоить в голде, если за золотом просто купить бриллианты. Получается, ребят, не так уж и мало, и не так уж и много. Обычная стандартная цена. 7000 золота. Два раза по 3,5 делаете 25 побед и забираете Центуриона. Для тех, кто не знает, что такое слив ресурсов, сейчас объясню. У каждого из вас на аккаунте есть какие-то игровые ценности. В частности, дни према, золото, серебро, свободный опыт и всякого рода бустеры. Так вот, ребят, вот эти вот игровые ценности можно обменивать на бриллианты. Как это делать? Нажимаете, допустим, на 10 тысяч свободного опыта и меняете их на 75 вот таких вот бриллиантов. Честно говоря, курс обмена в отношении свободного опыта меня очень сильно смущает. Ну, в край мало. Особенно с учетом того, что ценники на что-либо довольно-таки немаленькие. Менять бустеры для того, чтобы взять бустеры, это глупо. Поэтому, если бустеры будете сливать, то на что-нибудь годное, как мне кажется, будет иметь смысл это делать. Ну, а в отношении всего остального, то тот же самый контейнер Deluxe будет стоить целых 300 бриллиантов и, соответственно, необходимо не кисло так 4 раза по 10 тысяч свободки. Итого целых 40 тысяч свободного опыта за то, чтобы один раз открыть контейнер Deluxe. Что контейнер Deluxe, которого я ждал и очень сильно, нам принес. Тоже, честно говоря, немного интересного. Можно забрать себе Aston Rex, можно забрать себе Cepter, но здесь шансы выпадения не такие же большие. Всего лишь 0,2, округляя от процента. 0,2% я считаю, что шансы, ну, в крайне кудышнее. Зато компенсация за Cepter составляет целых 10 тысяч голды. В отношении танков, которые можно собрать, получая вот такие части сертификатов, тоже не все сильно жирно. Т-26Е5, есть у нас здесь ИСУ-122С, есть Т-34 экранированные. Все эти три тачки являются премиумными машинами на сегодняшний день. И если вы соберете себе эти тачки, при том, что они у вас есть, то, обналичив свой сертификат полученный, при наличии 100 частей сертификата, вы получаете себе компенсацию серебром. Поэтому не торопитесь этого делать, пусть лучше ваши сертификаты полежат у вас в хранилище. И, может быть, когда-нибудь разработчики эти машины сделают коллекционными, тогда свои танки вы сможете продать, а с сертификата восстановить себе тачку. Именно так я сейчас храню уже несколько сертификатов на разные машины. Что интересно? Интересно то, что здесь, ребят, положили части сертификата на пуделя. А пудель, ребят, стал у нас машиной коллекционной. И вот как раз собрав пуделя, вы сможете продать его или обменять на 1750 золотом. В отношении внешних видов, которые сюда положили. Внешний вид, подходящий на любые машины. Внешний вид на Астрон Рекса. И внешний вид для Цептера. Выглядит вот таким вот образом. В целом смотрится довольно неплохо, хотя мне больше нравится Цептер все-таки в его красном каму. Да и, честно говоря, иногда вводит заблуждение в отношении того, какие зоны пробиваются, а какие нет. Я немножко, честно говоря, расстроен из-за этих контейнеров по одной простой причине. Потому что рассчитывал, что из этих контейнеров можно будет набрать себе каких-то коллекционок, которые редко встречаются в игре. Ну, допустим, в одном из предыдущих сливов ресурсов можно было взять себе того же самого мангала. Почему бы и нет, тачка редкая, в коллекцию пойдет. Но решили разработчики немножко иначе. Что собираюсь сделать? Собираюсь сливать дни према, потому что 776 дней према-аккаунта мне, в принципе, вообще ни к чему. Это, грубо говоря, 2 года играть. Короче говоря, нет смысла такое количество дней према хранить. В отношении свободки с учетом курса не вижу смысла ее менять. То же самое касается и серебра. Потому что по серебру, ребят, 500 тысяч голды, то есть полмиллиона всего лишь за 50. И необходимо 6 раз купить вот эти вот 50 бриллиантов для того, чтобы хотя бы 1 раз открыть контейнер Deluxe. Короче говоря, математика не сильно выгодная. Для тех, кто не знал, то помимо того, что вы можете получить бриллианты за то, что вы их обмениваете на какие-то игровые ценности, для того, чтобы забрать некоторые из наград, как вы видите, вам необходимы золотые слитки. Ну а золотые слитки вы получаете за победы. Всего за время данного игрового события вы сможете собрать 100 золотых слитков. То есть 100 побед вам необходимо сделать. И, соответственно, подумать, куда вы будете их тратить. Потому что если в Центурионе они вам понадобятся 1 раз, то в случае, если вы хотите открыть себе 5 контейнеров, из которых можете забрать атрибуты ангаров, хотя я не знаю, зачем 5 атрибутов ангара необходимы, вы можете сделать это 5 раз. Соответственно, 50 слитков уйдет на этих 5 контейнеров. Поэтому сначала посчитайте, что вам необходимо, а потом уже тратьте свои игровые ценности и тратьте, в частности, полученные вами за победы золотые слитки. Также стоит отметить, что меня удивило, это стоимость внешнего вида для главной награды. То есть для Центуриона МК-5-1 здесь есть легендарный внешний вид. И оценили его в целых, ребят, 4000 бриллиантов. Ну и вот этот вот Динго, если посчитать, допустим, по стоимости 4000 бриллиантов в отношении голды, оценили немножечко дороже, нежели 3500 золотом. По-моему, немножко математика где-то сбилась. Не стоит он такого количества золота. Хотя, если будете расплачиваться ненужными вам игровыми ценностями, то получаете себе бесплатно, а не покупаете к этой машине внешний вид непосредственно через внешние виды самой машины за голду. Ну что, давайте будем сливать, давайте будем смотреть, что у меня получится. Дни према. Так, забираю и меняю по курсу. 30 дней према-каунта на 2250 голды. 2250 бриллиантов. 2250 бриллиантов это 7,5 контейнеров. Соответственно, я сейчас обменяю 60 дней према на 4500 и смогу открыть 15 контейнеров. Обмениваю. Сейчас посмотрим, что будет падать и как, а там дальше посмотрю, сколько еще дней према-каунта буду обменивать. Ну что, поехали. Открываем первый контейнер. Что из него получаем? Получаю 15 частей сертификата на ISU-122C. В целом, некоторые семерки, которые сюда положили, они довольно интересные. В частности, получить себе за ненужные игровые ценности ту же самую ISU, почему бы и нет? А вот на пуделя вместо 15, как это было по ISU-шке, видите, выпадает всего лишь 5. В целом, не удивлен, скорее всего, на пуделя будет падать гораздо меньше частей сертификатов, нежели на другие машины. Вот вам 10 частей сертификата на Т-34 экранированного. Забираем, но не он меня интересует. Меня интересует цептор, который есть у меня на аккаунте и хочу получить 10к голды. И меня интересует пудель, для того, чтобы можно было его благополучно обменять хотя бы на 1750, если хотя бы один раз. Его соберу. Соберу больше, будет гораздо интереснее. Следующий контейнер и здесь у нас на Т-26Е5. 10 частей. Ну, Т-26Е5 машина неплохая, мне, честно говоря, нравится, а порой ради фана можно заехать. 5 частей сертификата на ISU-шку. Дальше. Ну, дай мне цептора. Дай мне цептора. Мне надо 10к голды. Не дает. Дает еще 5 частей на пуделя. Пуделя, кстати, собираю с нуля. Если на другие танчики. 500 голды, ребят! 500 голды! Нормальненько. И плюс части на пуделя. Дальше. Записываю себе в копилку 500 с золотом. Еще 5 на пуделя. Не договорил. Пуделя собираю с нуля. Если на другие танки у меня части сертификатов были, то на пуделя частей сертификатов не было. Поэтому, в целом, вот все, что сейчас собираю, это все, что на него у меня есть. Итого, сейчас у меня всего лишь 30 частей из 100 необходимых. Ну, маловато, ребят. Маловато. Выдает, блин, совсем по големе. По минималочке. По 5 частей сертификата. Последний контейнер. Что он мне дает? Окей. Понял. Ну, 500 с золотом обменял на 60 дней према. По-моему, не сильно выгодный обмен для тех, у кого дней према мало. И, соответственно, особенно для тех, кто покупает дни према, для того, чтобы с ними играть. Поэтому, явно не в пользу тех, кто меняет. Так, меняем еще раз. Только в этот раз меняем сразу на 9000. Сливаем. Сливаем 120 дней према-ккаунта. И давайте будем открывать конты. Поехали. Нету. Есть 10. Это лучше, чем 5. Вопросов нет. Еще 5. Забираем. Дальше. Забираем. Да. Не то. Не то, чего я ожидал. Опять нет. Да где же? Где же все-таки цептор? С его 0,2% шансов выпадения. Обидно будет, если мне сейчас выпадет не цептор, а... Так. Забираем. Астронрекс выпадет. За которого я получу компенсацию серебром. Будет прям совсем обидно. Пудель. 15 частей. Ого. Но голда за все время выпала только один раз. 500, но все-таки единоразово. И хотелось бы, чтобы голда выпадала хоть по чуть-чуть, но чаще. Нежели... Нежели один раз в... Нет. Нет цептора. Гадюка ты такая. Давай. Дай мне цептора, блин. Тоже нет. Что-то, честно говоря, пока не очень получается забрать то, что хочется. Не очень. Радует меня это все. Реально, до хрена дней прем-аккаунта слил. И пока не получаю того, чего хотелось бы. 145 частей. Но у меня практически полностью Т26Е5 был собран. Поэтому, ну, можно смело рассчитывать на то, что себе какую-нибудь семерку вы соберете. Потратив, грубо говоря, там 60 дней према навряд ли. Но где-то дней 120 вполне возможно. Так, блин. Ну, дай хоть пуделя собрать, я не знаю. Уже бог с ним с цептором тогда. Тоже нет. И здесь нет. Так, еще 5 частей. 80, 80. 20 частей осталось. Я думаю, что с этих 2000 брыликов я точно должен забрать. Ух ты! Порадовали! 100 золотом. Того получается 600 голды. Я сейчас пока отсюда забрал. Так, забираем. Еще 5 частей. Ну, мал по малу. Мал по малу. 15 еще не хватает. Дальше. А все, ребят. Заканчиваем потихоньку с этой пачкой контейнеров. Осталось всего ничего. Несколько открытий. Первое открытие. Я говорю, первое открытие. Че тупим? ИСУ-122С. Такс. Так, что получаем? Получаем то, что с двух пачек открытий сначала 60 дней према, а потом 120. Того 180 дней према каунта. Я даже пуделя еще не собрал. Ну, прям совсем грустно. Пишите, кстати, в комментариях в отношении успехов ваших открытий, если вы открывали этот контейнер. Или хотя бы напишите, на что вы планируете и что потратить. Такс. А, ну да, все правильно. Обменял. Бриллианты есть. 9000. Поехали. Еще 500 голды и 5 частей на пуделя. 10 не хватает. Ну, слушайте, 1100. 1100 золотом... Не знаю. Жду вашего мнения по поводу того, стоило ли оно того, стоило ли это все менять, или все-таки лучше бы были дни према каунта. Ну, в моем случае, понятное дело, столько не надо. Пятерки не хватает. Блин, ну с 8100 я уж точно должен хотя бы раз получить 5 частей на пуделя. Забираем. 100 голды. Того получается 1200. Так, записал себе в тетрадочку. Еще 500 голды. Вот, слушайте, прям фарт фартовый какой-то пошел. Главное не сглазить. 1700 на подъеме. Плюс бустеры с золотом потом можно будет отыграть. Ну, это потенциал. Потенциал пока считать не будем. Нет никакого смысла. Едем дальше. Забираем. Пудель. Пудель собран, ребят. Итого 1750 в плюс. Я не буду сейчас показывать, как я его там продаю. Заново его обналичиваю. Просто запишу себе, что 1750 есть. Ну и, соответственно, получается. 1700 была. Плюс 1753. Сейчас, секунду. Забираем. 3450, если я правильно умею считать. 3450 золота. Ну, в целом, я себе могу за эти деньги, в принципе, купить какую-нибудь семерку, которая выйдет на продажу, из тех, которых у меня в коллекции нет. Поэтому, в целом, я доволен. Ну, вообще, блин, было бы гораздо интереснее, если бы из контейнеров падало хотя бы там по 50 золота, по 30 золота. То есть, ну, хотя бы по чуть-чуть, где-то как-то копилка росла. Я думаю, что игра бы об этом, ну, от этого явно не обеднела. И сильно экономика нарушена не была бы в игре. Но так, чтобы открывая, грубо говоря, там 30 контейнеров, можно было хотя бы себе там, я не знаю, тысячу золотом собрать, я думаю, что было бы гораздо интереснее. Потому что вот такие вот редко выпадающие 100 золотом, это совсем не радует. Когда падает 500, да, действительно, настроение немножко поднимается. Но ненадолго, пока не начинаешь дальше открывать контейнеры. 2700 еще бриллиантов есть. Едем дальше. Сколько на ИСУ-ху собрали уже? 135. Но до этого, по-моему, части сертификата у меня были на ИСУ-122. Поэтому сколько точно, не скажу. Но я думаю, что в целом ее бы я тоже себе забрал сейчас со всех этих контейнеров, если бы в ангаре она не стояла. Экранированный. На экранированного 230 частей. Это получается, я экранированного уже два раза собрал с этого открытия. Ну, плюс-минус там 200 грамм. Но все равно, можно сказать, что, по большому счету, три танчика, пуделя, ИСУ-шку и экранированного я точно уже собрал. Пудель. 250 с золотом. Добавляем в копилку. Итого у нас получается 3700. 3700 с учетом пуделя. Блин, ну забрать бы сейчас цептора, вообще красота была бы. Так, есть еще 476 дней. Беру сразу на 18000. Уж больно мне это дело понравилось. Увеличиваем. Увеличиваем количество затрачиваемого. Ну и, соответственно, возможно, увеличиваем свои шансы на получение 10 тысяч голды. Так, открывайся. Поехали. Ну давай же ж ты, гадина, блин, такая. Дай. Дай. Дай везение. Дай. Забираем. В целом, можно сказать, что уже забрал 4 машины. Ну, то есть, частей сертификатов, которые я собрал сейчас, мне уж точно хватает на 4 тачки. Но и слил немало. Слил немало, если посчитать, сколько стоят дни прем-аккаунта в нашей игре. Забираем. Нет. Нет, только не зависай сейчас. Пудель. На пуделя 125. Еще 75 и будет второй пудель. Забираем. Жаль, что нет здесь кнопочки просто открыть, открыть, открыть. И приходится постоянно забирать, выходить. Геморройно. Видать, разработчики не рассчитывали на то, что кто-то будет много сливать. Не подумали они о том, что можно было бы немножко упростить этот процесс. Еще 5 частей на пуделя. 15 частей на пуделя. Фортово, фортово. Вот сейчас игра мне не пожалела. Еще 10 частей на пуделя. Слушайте, прям пудель на пуделе и пуделем погоняет. Если так дальше пойдет, я буду доволен. Где? Где вкуснятина моя? Ради которой я это все затеивал, блин. У меня видео уже полкилометра. Сейчас будет, блин, более получаса. А результата ожидаемого нет. Но я верю. Я верю, что мне должно повезти. 35 частей не хватает для еще одного пуделя. Так. Дай, дай цептора, блин. Ну не жмоться. 100 голды. Вау, вау, вау. Все. В золоте ходить буду. 3 800 в копилку. Так. Сколько еще не хватает? 175. Едем дальше. И еще 20, блин. Ну давай сейчас 15 и потом еще 5 к слету. 10. Половину сразу мне дал. Сразу дал половину. 9600. Ну стопудово пуделя, еще одного заберу, блин. Да ну чтоб тебя, серьезно. Три контейнера подряд, блин, и ни одного кусочка на пуделя. Ну дай. Давай, не жмоться, блин. Давай, 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 родимая. Давай. Качай, качай, гадина. У меня складывается впечатление, что разработчики меня слышат. Когда я говорю, что нормально сыпанул, а сразу сыпать перестает. Когда по пуделю куски шли одни за другим, блин. Как только услышали, или как только игра начинает чувствовать, что тебе осталось совсем голема для того, чтобы дособрать, сразу дает на что-нибудь другое. 245 частей, блин. Я в шоке. Теперь придется голосовать за то, чтобы... Есть! Есть еще один пудель. Хе-хе-ей! Придется теперь голосовать за то, чтобы эти тачки, которые сейчас премиумные, делали коллекционными. Для того, чтобы я их потом продать смог. Того в копилке 5,550, ребят. Когда пуделя продам, восстановлю, еще раз продам, еще раз восстановлю, и того будет неплохо. Того будет неплохо. Едем дальше. Забираем. Едем дальше. Да, я все больше и больше, короче, ребят, начинаю понимать, что Ацептор недосягаем. С его 0,19% шансов выпадения. Да и плюс к тому, есть-то еще вероятность, что выпадет Астрон Рекс. Я понимаю, что, наверное, десяткой голды здесь и не пахнет. Забираем, едем. 3 900. 3 900 еще есть. Тоже нет. Тоже нет, блин. Да ну, е-мое. Ну, вот зачем? Зачем мне дает то, что мне не надо? 500 золота! Вау, вау, вау! И еще части пуделя. Того не хватает 55 частей. Забираем. Едем дальше. Но, для понимания, сейчас у меня в копилке прибавилось 6050 голды. Насколько это выгодно? Ну, не знаю. Для меня, наверное, выгодно. С учетом того, что я все равно не собирался столько дней каждый день играть. Поэтому, в принципе, это добро бы просто пропадало. Обмен на голду почему бы и нет. Еще 2000 голды соберу. И, в принципе, можно сказать, что с этого игрового события я забрал себе какую-нибудь восьмерку, которая у меня не была, которую просто куплю себе в магазине. Пудель, сколько тебя не хватает еще? 30 частей. Явно, явно сейчас не заберу за оставшиеся 30. Но зато хотя бы 10. Уже неплохо. 20 частей не хватает на пуделя. Че у меня? 236 дней прем-аккаунта. Ну, в принципе, как и ранее, мне столько не надо. Но у меня теперь просто дикое, дичайшее желание. Так, 18 не хватает. Не хватает мне. Слушайте, 18 не хватает. Ну, ладно, хорошо. Тогда 9 пока. 9 до плюс. Блин. Докупать, что ли? Ладно, меняю так. Обменял. И теперь поехали, будем открывать. Открывайся. Так, погнали. А тут у нас еще 15 частей сертификата. Итого получается пятерочки. Пятерочки, ребят, не хватает. Забираем. Едем дальше. Вот она. Вот она. Вот эта пятерочка, которой не хватало. Итого получается 7800 голды. 7800. Блин. Ну, слушайте. Цена вполне себе неплохой восьмерочки какой-нибудь, которая будет годной. И на которой можно будет фармить серебряндию. Открываем. Обидно, правда, что цептора до сих пор нет. И я так понимаю, что, скорее всего, им и не пахнет. Напишите, кстати, в комментариях, ребят, кому цептор выпал. Особенно те, кому повезло не самого цептора забрать, а получить за него компенсацию. Будет приятно почитать ваши комментарии и за вас порадоваться. Еще пять на пуделя. Ну, еще одного пуделя 100% не соберу. Просто даже, даже теоретически не выйдет. Пять тысяч. Ой, пять тысяч. Пять частей. Если бы пять тысяч, блин. А где обещанная голда в две-две с половиной тысячи золотом? Где это все? Где эта максимальная награда? Блин. Ну, грустненько. Грустненько. Я хочу бабла. Я хочу бабла золотого. Дайте мне его, пожалуйста. Еще пять частей на пуделя. И еще десять частей на пуделя. Я себе так подумал. Наверное, если будет големы какой-то до пуделя еще одного не хватать, то я, наверное, за свободный опыт тогда уже буду дооткрывать контейнеры. Просто для того, чтобы получить себе еще 1750 золота. Бог его знает. Может, я, конечно, и глупость буду делать. Всю свободку точно сливать не собираюсь. По одной простой причине. Потому что планирую потратить этот свободный опыт на новую веточку, которая в игре должна появиться. Ну и, соответственно, этот свободный опыт мне как нельзя кстати будет в этот момент. Но до нее еще надо дожить, до этой ветки. А слив ресурсов именно сейчас. Так. Ну где он? Где он этот... Кучерявый пудель? Блин. Этих экранированных собрал уже. Мама, не говорю, камуфляж падает. Мама, моя дорогая. Все, теперь буду красивенько ездить в боях. Так, сколько не хватает? 55 частей. 2500. Маловато будет. Маловато. 500 золотом. Юху! Хуху-ху-ху! 500 голдишки. 500 голдишки. Едем. Едем дальше. Итого получается 8300, ребят. Если я правильно все посчитал. У меня сейчас прибавочка. Дальше. Забираем. Блин, тысяча осталось. Тысяча. Еще 10 частей. 45 частей не хватает. Ну, много. Много не хватает, блин. Такс. Закончились. Закончились. Добираю свободным опытом. Добираю свободным опытом. У меня свободки 2 миллиона 642 тысячи. Ну, окей. Ну, окей. А, дни према у меня еще есть. Минуточку. У меня все ходы записаны. Такс. Обменять. А, дни према у меня. А, дни према у меня. Работаться не буду. 35 частей. 30. 250. Ю-ху-ху-ху-ху. Радуюсь, как маленький ребенок. Хотя, было бы чему радоваться. Того получается 8550. 25 частей осталось до пуделя. Нет. Е-е-е-е. 20 частей. Мимо кассы. Ну, давай. Давай 10 хотя бы. Давай 10 и потом 2 раза по 5. И я тебя прощу. Не дает, зараза. Не дает. Е-е. 5 частей. Хорошо. Уже лучше, чем ничего. 15. Есть. Есть еще один пудель, ребят. Есть еще один пудель. Ну, дооткрываем оставшиеся контейнеры. Еще кусочек на пуделя. Так. Ну, и так, чтобы прям совсем математику не сбивать. Добираем. За 20 тысяч на один контейнер. Так. Забрать. И с этого контейнера мне выпадает цептер. Цептер, 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 цептер в студию. Нет. Не цептер. Еще 10 частей на пуделя я забираю. Ребят, что у меня получилось? Значит, смотрите. Пока я насчитал 8550 и плюс еще дособирал пуделя. Итого получается, я здесь слил, грубо говоря, 2 года неполных прем-аккаунта. А получаю 10300 голды в копилку. По-моему, с учетом того, что я бы эти дни према в жизни никогда не использовал, получилось довольно-таки выгодно, по крайней мере, для меня. Пишите свои комментарии по поводу моего открытия. Уж простите, что так долго, но разработчики сделали именно так. Ну и, соответственно, ребят, побежал готовиться к вечернему стриму, на который всех приглашаю. Вместе поиграем, вместе пообщаемся, поделимся эмоциями и впечатлениями от игрового события. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»